Здравствуйте! И внимание, приготовьтесь! Потому что то, что вы услышите в ближайшие полчаса, и то, что вы видите в ближайшие полчаса, с трудом укладывается в привычные рамки. Если честно, вообще не укладывается. И на первый взгляд может показаться, что все это плод воображения какого-то больного, околонаучного писателя-фантаста, не имеющего никаких тормозов. Но вся штука в том, что отнестись к этому придется со всей серьезностью, потому что речь идет о самых серьезных научных исследованиях и самых серьезных ученых. Оказывается, наши молекулы ДНК являются антеннами, и не только ДНК, но и белки. Потому что они содержат металлы, атомы металлов, которые являются своего рода антеннами, обращенными в космос. Идет прием некой управляющей космической информации. Когда я убрал молекулы ДНК из лазерного пучка, и лазерный пучок зондировал пустое место, то это пустое место вело себя так, как будто там присутствовали молекулы ДНК. Молекула ДНК обладает, понимаете, она в водном растворе, она звучит постоянно. Она излучает некий звук. И в клетке она тоже звучит. Она издает сложную мелодию с повторяющимися музыкальными фразами. Звучит хорошо мелодия, интересная, так сказать. Это само по себе страшно интересное явление. Облучаю ультразвуком, таким же, как в УЗИ. И что я слышу? Вместо сложной мелодии одна унылая нота осталась. Кто все это говорит? Знакомьтесь. Петр Петрович Горяев, доктор биологических наук, академик Медико-технической академии России. 62 года. Большую часть своей научной деятельности работал в академических российских институтах, хотя отвлекался на работу в Канаде. Его приглашали в Торонто. Его канадские коллеги. Генетики убеждены, что развитие с момента зарождения любого живого существа, в том числе и человека, запрограммированной информацией, которая записана в хромосомах, считается, что больше ей храниться негде. Именно там должна быть записана вся информация, в какой строгой последовательности нужно синтезировать белки в качестве строительного материала для органов, чтобы затем собирать эти органы. При этом каждый из них должен находиться строго на своем месте, взаимодействуя с другими органами, и создавать единый организм. Остается лишь удивляться и отдавать должное природе, как такое огромное количество информации она умудрилась поместить в клеточное ядро, которое трудно разглядеть даже под микроскопом. Как это удается? По мнению академика Петра Горяева, только одним путем. Запись информации идет на волновом уровне, электромагнитными и акустическими излучениями. Горяев провел эксперимент, который проводился после него во многих лабораториях и практически всегда с одинаковыми результатами. Оказывается, наши молекулы ДНК являются антеннами, и не только ДНК, но и белки. Потому что они содержат металлы, атомы металлов, которые являются родом антеннами, обращенными в космос. Идет прием некой управляющей космической информации. Почему? Есть простые эксперименты. Те же самые кринки, лягушачьи. Если их поместить, так называемая пермалоевая бомба, то есть металлические, кранированные такие вот клетки, где созданы все условия для нормального развития клеток, за исключением одного. Внешне электромагнитное окружение снижено, так сказать, предельно искажено. То есть там аномальное электромагнитное окружение. Там только гравитационное поле, так сказать, остается без заменений. А все остальное искажено. Ну, может, нейтрино тоже проходит. И, оказывается, такие эмбрионы, такие икринки в таких пермалоевых бомбах превращаются в уродов. Понимаете, какая вещь? Значит, внешнее окружение электромагнитное нам абсолютно необходимо. Оно создает своего рода волновой метаболизм, волновую регуляцию, которая идет из космоса. Проще говоря, в обычной металлической камере из икры появляются нормальные головастики. Они потом превращаются в лягушек. В пермалоевой камере улупляются уродцы. Ни один из них до лягушки потом не дотягивает. То есть идея волновой генетики заключается в том, что генетический аппарат строит организм с помощью акустических и электромагнитных волн разных диапазонов. Причем не только принимает их извне, но и генерирует сам. Экспериментально доказано, что ДНК генерирует радиоизлучение и лазерные лучи, которые и строят информационные голограммы. То есть клетки эмбриона, получив по волнам информацию, создают своеобразный чертеж, который указывает, куда и как расти ноге, глазу, носу и так далее. И это полностью соответствует закону сохранения информации, сформулированному несколько лет назад. Дело в том, что наш хромосомный аппарат, и не только любого организма, является еще, кроме всего прочего, структурой, которая излучает свет. Но свет в разных длинных волн, начиная от синего, кончая красным. И дальше, по длину волн. И не только свет, а лазерный свет, то есть когерентный свет. Я работал с очень сильными физиками. Нам удалось впервые продемонстрировать, что ДНК может работать как лазер. То есть просто прямым экспериментом мы доказали так называемую суперлюминесцензу. Значит, вопрос, зачем лазер ДНК? Зачем именно когерентный свет? Потому что есть примеры, когда бактерии светятся, рыбки светятся, водоросли светятся, гниющий пенек тоже светится, гнилушки. Но это не когерентный свет. Там за счет других процессов идет свечение. А есть особый свет, лазерный свет. А вот здесь как раз и тот момент, который чрезвычайно важен. Значит, важен он, во-первых, потому что он обращает на основу голографии. Потому что лазерный свет способен считывать со строго определенной информацией, со строго определенной голограмм. И он нужен для того, чтобы читать наши хромосомы как реестр картиночек, которых миллиарды. Но по частям. Потому что если все сразу, так сказать, читать, то будет каша. Значит, это дифференциальное считывание этой информации. Можно представить себе наш организм, как огромное клеточное государство, которое состоит из сотен и сотен миллиардов клеток. Каждый из них обменивается с соседними данными о своем состоянии. Как управляется такое государство? Наверное, нервной системой. Но нервные процессы распространяются с очень малой скоростью, 8-10 метров в секунду. Этого недостаточно, чтобы клеточное государство нормально функционировало. Даже скорости света и то недостаточно, чтобы обижать сотни миллиардов клеток и донести до них всю информацию. В противном случае наше развитие остановилось бы на уровне бактерий, где не нужно передавать информацию между клетками, потому что у бактерий она всего одна. В нашем же организме информация обо всех клетках должна быть распределена между ними мгновенно. Каким образом решается проблема такой сверхбыстрой коммуникации? Петр Горяев и его коллеги сделали некоторую теоретическую, а затем экспериментальную работу, которая вывела их на идею о том, что клеточный континуум обменивается информацией с бесконечно большой скоростью. В своей работе ученые основываются на свойстве, которое было предсказано Эйнштейном и его учениками, Борисом Подольским и Натаном Розеном в 1935 году. Тогда они предсказали, что если два фотона, находящиеся в связанном состоянии, разлетаются, при этом один из них поменял параметры, например, врезался во что-нибудь, то он исчезает, а его информация мгновенно переносится на другой фотон. Один фотон становится другим. Позднее это свойство квантовых явлений было названо телепортацией. В 1997 году австрийские ученые экспериментально доказали, что фотон можно телепортировать, то есть мгновенно переносить с одного места на другое, причем с сохранением информации. Они очень четко показали, что можно телепортировать фотоны. А наши ДНК, наши хромосомы работают на фотонах. Значит, наши клетки общаются друг с другом с бесконечно большой скоростью. То есть, короче говоря, понятие времени там исчезает сразу. Информация известна сразу. То есть, все очень сложные метаболические процессы в этих сотнях миллиардов наших клеток, клетки друг о друге сознают как бы сразу, мгновенно. За счет того, что вот эта информация переносится фотонами. А фотоны между собой сцеплены, так сказать, находятся в так называемом спутанном состоянии. И вот это, так называемое, понятие спутанности, оно является ключевым для того, чтобы объяснить вот такие мгновенные коммуникации в нашем организме. И это выводит совершенно на другие основы понимания, так сказать, вот биологии. Понимание работы генетического аппарата, функционирования живых систем. Для того, чтобы клетки работали таким образом, да, и наш организм функционировал нормально. Наши клеточные ядра работают как биокомпьютеры. Параллельно может возникнуть вопрос, а нервная система все-таки зачем? Она тоже функционирует, же передает информацию. Она, оказывается, берет, по-видимому, так мы предполагаем, пытаемся доказывать, она берет большие блоки, такие вот, ну, квантует эту огромный объем информации, и потом уже большими такими кусками переносит ее между органами, клетками и тканями. Поэтому, значит, тут никаких противоречий нет. А вообще эта история началась в 1953 году, когда в один из кембриджских пабов зашли двое мужчин с очень довольными лицами. И они громко сказали, мы только что открыли секрет жизни. Одним из них был английский биофизик и генетик Фрэнсис Крик, а другой – американец, биохимик Джеймс Уотсон. Они открыли пространственную структуру ДНК. В 88-м году один из первооткрывателей двойной спирали ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон публично высказал мысль о том, что наука вплотную приблизилась к раскрытию химической основы наследственности человека. Три года спустя его нации в США заработали соответствующие научные программы. Позднее возникла Международная организация по изучению генома человека. В общей сложности исследования под эгидой этой организации пролились 12 лет и обошлись, по не вполне официальным данным, в более чем 3 миллиарда долларов. Первые результаты расшифровки генома человека потрясли самих участников. Оказалось, что из 1 миллиарда 200 миллионов генов, а именно столько присутствует в нашем организме, довольно большое число общих генов с червями, а каждый пятый ген общий с микробами. Более того, было установлено, что число генов собственно человека оказалось в 3 раза меньше, чем предполагалось, всего 30 тысяч. Если уж 100 тысяч генов представляется специалистом недостаточным для обеспечения всего многообразия человеческого организма, то что говорить о третьей? И все же расшифровка генома человека стала сенсацией в области биологии и медицины. Хотя было ясно, что сделан лишь первый шаг. И большой вопрос, какой будет следующий. Вот эти блестящие успехи, которые были сопровождены открытием малекулы ДНК, как это не парадоксально, впрочем, это не парадоксально. Это нормальное явление, потому что любое крупное открытие рано или поздно себя как бы исчерпывает, и наступает насыщение, а потом это становится тормозом. Так вот, эйфория первых десятилетий по поводу ДНК сейчас, как и не парадоксально, а с одной стороны это закономерно, заканчивается довольно унылыми вещами. И эти унылые вещи связаны с тем, что грандиозная программа генома человека, которая функционировала где-то на протяжении примерно 10 лет, и на который были потрачены огромные совершенно средства, десятки миллиардов долларов, и наша страна участвовала в этом, закончилась, как это говорится, гора родила мышь. Любая биосистема имеет молекулу ДНК, даже включая простейшие квазиживые структуры, как вирусы. Так вот, эта молекула ДНК содержит всего около 35 тысяч генов. А понятие ген, оно, понимаете, уже как бы вбито ржавыми гвоздями в голову биологов. Если раньше отрицалось понятие гена, то сейчас это стало такой аксиомой догмы, что ген — это кусочек ДНК, ответственность за синтез белка, вот и всё. Оказалось, что расшифровать эту последовательность примерно то же самое, что произносить по очереди буквы одного слова, потом получать слово. Но дело в том, что слова образуются в фразы. И нужно ещё уметь прочитать эти фразы. А сегодня геном — это на 98-99% вещь, совершенно непонятная современным учёным. И вот эти 98-99% учёные сегодня симпатии называют мусором, однако не знают, что под этим понятием кроется. Это просто... Понимаете, просто...